итак мы с вами сегодня переходим к новой теме но она как бы вытекает из старой темы это диней беркат перо тарец благословение на плоды земли и если мы помним до начала главы в трактате броход 35 дав где махлокет в мишне приводится по поводу того какие благословения говорить на овощи начинается мраби иуда спорит и говорит что что буре при адама нужно говорить только на при шля дома на плоды земли но на все что растет из земли например трава это надо говорить и свея дома на все что злаковые надо греть зраим да то есть он говорит давайте делить тоже а мудрецы говорят нет все овощи все называются при адама а не только плод который растет из земли интересно но сегодня будем это разбирать пока несколько слов по нашей традиции скажем из да по тему мусар итак мысль дня а у нас сегодня а вот талмуд алиса щеков большим то вам приводит слова талмуда в котором наш мир приравнивается на фрездор да он приравнивается к свадебному залу в котором всегда идет кто-то празднует свадьбу да но каждый день кто-то другой надо понимать смысл такая да то есть в свадебном зале каждый день свадьба но каждый раз у кого-то другого сегодня у него завтра у него такая рассказать историю что перед рожьей шаной рабе леви исхак из бердичева очень сильно искал хорошего профессионала по трублению в шафар и к нему приходили как бы да кандидаты и многие из них были очень серьезные там учились и так молились и даже знали говорили что они не просто умели хорошо это убить и знали все аллогические законы мало того я думаю отсюда так по какой-то причине раб всем отказывал не нравились они ему хотя они тайны понимали трубление и прочее прочее да ну на удивление рабе леви исхаки не был доволен да не одним из них пока однажды к нему не пришел очень простой такой еврей садик некоторая время и садик спросил его знает ли он все каванод какие нужно иметь при трублении каждой тки или шафара или прочего тот сказал ребят скажу вам честно никаких секретных каванод я не знаю ягод бедный обычный говорит еврей я говорит что ягод я мечтаю говорит найти средства для того чтобы свою дочку выдать замуж да она никак не может найти себе мужа и скажу вам честно когда я трублю шафар я думаю лишь об одном я молюсь всевышним и уговорю дорогой ашем то что я делаю сейчас я исполняю твою волю исполняет твою митву трубления в шафар пожалуйста пусть будет воля твоя найти средства для того чтобы я мог выдать свою дочь замуж когда услышал это рабе левий цаке он аж подпрыгнул со своего места и сказал я так впечатлен ты тот кто мне нужен сказал он с триумфом видите на самом деле порой возвышенные знания каванод иногда прямая такая вера самая прямая она на самом деле видео он посчитал ее наиболее подходящей для того чтобы трубил шафар в его синагоге окей итак первая лоха на плоды земли на все на овощи нужно говорить буре при адама сотворивший плод земли аль тут саде но на клубнику полевую говорят буре при адама а валь аль тут им ак долим ба эц но на плоды тутового дерева говорят буре при а эц а есть клубника которая растет на дереве странно одно и то же слово на ивлите тут 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 саде так понимаю это клубника на нее говорят буре при а дома она тут 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 который растет на деревьях говорят буре при аец если как я изначально перевел речь идет про тут и вы ну тогда понятно но может быть на ягоды полевые говорят буре при а дома она тут который растет ну окей да то есть ягода тоже является плодом земли буре при а дома аль банана какая браха на банан на банан браха буре при а геф нет конечно буре при а дома буре при а дома на банан мы говорим буре при а дома мы это упоминали несколько раз дэхэн пашата минхаги так распространился обычай хотя это не просто да он упоминал что из бахлокет есть но обычно распространился на банан говорим а дома вим тау бере хара банана буре при аец бедя вад яца если человек ошибется и случайно на банан скажет буре при аец бедя вад постфактум он яца он вышел теперь при а папайе второе то что мы упоминали это папайя плод папайи одинокий день ерек папайя является как бы рассматривается как овощ и поэтому благословим на него тоже буре при а дома но что касается хацелим это баклажан бедиджан на арабском батриджан на грузинском на него говорим буре при а дома аль попкорн что говорят на попкорн сначала поп потом корн что это значит шеут тирас менуфах то есть это кукуруза раздутая но вархим буре при а дома говорят буре при а дома интересно то же самое на сладкую пшеницу которую называют шалва говорят буре при а дома может быть это гозинаки шалва шалва это это сладкая пшеница он говорит хитаме тукам не знаю я поэтому подумал может быть гозинаки вот из семечек там же разные виды делают из чего только не делают медом заливают и делают эти сладкие какая-то шалва есть называется на шалва шалва или шалва халва не знаю буре при а дома но те которые говорят на это уже шеаколь им тоже есть на что положиться но видите не теряет хоть попкорн и раздут и все но это кукуруза хоть эти как его всякие да эти подслащенные злаковые остаются это все растение поэтому дамам верит верит это роза мэвушаль вареная вареная бидваш в меде шеникерет сурато розовое варенье причем если ты можешь рассмотреть его форму то есть лепестков можно благословить на нее вот такие вы видели в любом магазине продаются розовое что сваленные в сахаре лепестки розовое в меде окей шумшимин о батоним а мудбаким бидваш о сукар да батончики которые вымочены тоже в меде или в сахаре но если там большая часть меда а самих этих как это будет это маленькие такие семечки которыми посыпают халу как это называется кунжут да то если как бы меньше и в основном это мед то тогда тогда благословляют шаконья бидваро то есть это в основном гузим шатигнам бидваш то же самое орехи в меду на орехи буре преец валь халва шалва была теперь халва на халву асуям и шумшимин мерусаким которая сделана тоже из давленных вот этих вот шумшимин зерен им таро ве цукав перемешку с сахаром бирхата шаконье бидваро это уже халва халва же тоже делается из этих семечек 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 шумшимин это семена маленькие семечки то есть это тертые семечки но халва это уже они прямо в порошок они там с сахаром в перемешку на это на халву браха шиаколь почему потому что еш лата робет меру башель сукар там слишком много добавляют сахара и он уже и меняет и имя и свой вид там уже семечек не видно и таков обычный на халву говорит шаколь аминхак пашут лаверехала гвания на томат на помидор обычай говорить что мы говорим когда он свежий буре приадама как интересно формулировать как будто это вопрос видите с помидором буре приадама мы считаем что помидор это классический овощ видите как как когда ты ешь их не в трапезу аль перо так делим би и ланей срак на фрукты которые растут на деревьях срак как например пиньоны пиньоны может почки человек говорит на них шаколь есть ему на что положиться окей не знаю что такое пиньоны а если ты ешь ее зажаренную в масле то не нужно омывать руки мы учили что любое овощ который дотронулся до жидкости есть специальное омовение рук перед такими мы это знаем из пасхального седра рахцада если мы омываем картошку руками мы сначала омываем руки без брахи но если картошку в масле жаришь не нужно омывать для этого руки кейван шелот тигну без шемензайд потому что греча шла про оливковое масло а тут если его жарят не оливковое масло то что не на оливковом масле не обязательно да потому что мы сказали семь видов жидкости и этих семи видов жидкости нет подсолнечного масла там есть только оливковое масло окей на этом мы закончили с вами симан рейш гиммел динэй брахот перот а арец многих и души мы переходим к следующей главе симан рейш далет динэя брахот а летра махалих другие виды благословения на другие виды пищи аль кольдавар шэнгидуломинаарец итак на любую вещь которая не растительного происхождения как например мясо дикого животного или домашнего животного птица рыба яйца молоко вода сыр соль и такого рода вещи на все это благословляют шакольни а на самом деле есть такой этот есть такой талмуд есть такой талмуд да что животные что скот это раши где уже не помню который говорит что скот питается тем что растет из земли поэтому тоже про него можно сказать что он питается из земли да поэтому нужно было это сказать но лалаха конечно же нет лалаха это только бурэ приа шакольния бедваро и бурэ приа дома нельзя говорить на эти вещи аль ксицот баса теперь на кусочки стружку мяса нарезанное мясо несмотря на то что там в перемешку идет с картошкой например и того рода гарниром говорят шаколь бэхэд аль шницель то же самое на шницель который зажаренный говорят на нему шаколь несмотря на то что он весь в муке да и там жар у него в кляре еще там яйцо перед прожаркой все это его как бы его да кладут в муку бэхэлук бэзэ бэн шницель анасэ бэбайта бэн шницель анасэ бэуламо тубатэмилон и неважно сделать шницель дома или ты сделал его в синагоге ой в этом бэйтмалоне в ресторане шаколь тирас даган кукурузы я думаю то же самое потому что здесь как бы шницель это мясо ешь мясо он даже есть рубленое мясо с картошкой благоставляешь на мясо если это главное там мясо а ты имеешь в виду вообще со вкусом мясо там даже его нету на грибы на грибы гриб это гриб и если ты скажешь на него буре при адамана гриб то ты яца яца да это сплошь и рядом вот они очень очень были такие да глубокие познания были в естествознания большие были ботаники очень все вот это вот учили разбирают ой а в талмуде сколько вообще этими каперсами с шелухой плодом двойной шелухой внутри что кого питает и в каком момент она становится там фе лекарту такие вещи то есть они копались в этих зернах очень очень сильно но вот что мы должны выучить что шиаколь многие по ошибке говорят садамана грибы да грибы грибы это что-то третье это отдельная история перото ярако чегену бе этс ситс шейно накув итак если ты вырастил фрукт или овощ я так понимаю в горшке в котором не было отверстия то есть не было соединения с землей ты сам взял и вырастил в горшочке плод на него нужно говорить его благословение да то есть а может быть буре при адамане нельзя говорить это же не земля это искусственно выращенный нет буре при аэц или буре при адама говоришь на то что вырастил но если перото ярако чьяду ашем гидулэйм айм но если известно точно что этот фрукт или овощ он растет за счет влаги только воды тогда благословляют шиаколь а что так бывает а что кроме грибов такое кроме грибов альберт знаешь сейчас много чего в израиле растят там тупо на воде вообще без почвы чуть ли не в воздухе на воде и вот тут вопрос это называется что они на почве росли или вот именно он говорит искусственно выращенные сохраняют браху но если там была только вода микроэлементы земли не нуждаются растения то тогда шиаколь а вот интересно воду по-моему добавляют арбами ним арбами ним они все водяные этрог говорят что ему не хватает ему ему нужна вода его нужно и поливать и дождевая вода не знаю что так как у этих плодов нет никакого желания брать что-то от земли самой а потому что вода прерывает между ними и землей так поэтому они не требуют благословения ни эц ни адама эле беркат шиаколь вим берех алихем ки бирхатам что имеется ввиду ты цветы поставил вазу и на них вырос плод что ли буре прия эц о буре прия адама бидьявад я цейдэ и хумава верка но если ошибешься можно не знаю рис выращивают воде но там точно есть связь с землями но говорит это я говорю про очень редкую вещь поэтому я даже не могу пример придумать вот он сам говорит поэтому все овощи которые вы видите на рынке говорит можете быть даже не опасайся там ты не найдешь ничего что прям вот бигидулей май что растет только на воде поэтому на все это говоришь их благословения овощи там адама поэтому в вещах которые что называются мы идем по тому как принято в мире идем по большинству да может быть и можно когда сам говорит вырастить где-нибудь там в воздухе в подвешенном виде баклажан но если ты видишь продажу баклажаны ты не думай об этом полагайся на большинство и говори на него буре приятама а ламаем шебе тох эгос кукус кокос эгос кокос а на жидкость ореха кокоса в кокосе есть кокосовое молоко да так его называем так вот на эту жидкость мэ в ореха лэхэм шеакольния бидваро если захотите попить кокос то на него браха шеакольния бидваро в им бирех бон но если скажешь буре прияец яца в им ухэль мэйгоз кокос адсмо но если ты кушаешь сам орех ложечкой да вот сам орех тоже вкусно биреха лав буре прияец на него браха лав буре прияец а если ты сказал браху буре прияец на сам кокос а потом решил попить и жидкость тоже которая в нем тогда ты уже на него не благословишь ты уже благословением буре прияец на кокос вывел и сок тоже изначально на сок шеаколь но видимо да эцом ты его сильно задеваешь уже браху на него сказать не сможешь а на шоколад шоколад какая браха на шоколад мы упоминали не так просто все минаг лаварек шеакольния бидваро сложился обычай на шоколад говорит шеакольния бидваро но если ты скажешь буре прияец внимание на шоколадку не просто яцабы диамат как он пишет а ло гифсид ты ничего не потерял фантастика потому что шоколад это вообще бобы это эц шоколад что такое шоколад но опять таки да я думаю это какой-то хороший шоколад это не а не аленка я не хотел называть бренды а потом скажут мы говорим нет я не знаю но сейчас для удешевле дешевый шоколад сейчас делают там просто пять процентов шоколада остальное там что только не добавляют а как бы дорогой шоколад он шоколад это прям это прям эц поэтому мы сказали что шоколадка и орех поменяй порядок и благослови сначала наш шоколад потом на орех потому что если благословишь эц заденешь шоколадку и не сможешь на него благословить это один из да там это примеров у ламок мы разбирали но здесь он пишет браха шиаколь мине ак говорит на шоколад шиаколь но если скажешь буре прец лои в сит ничего не потеряешь фантастика шкедим вот пожалуйста шкедим эти миндаль орешки а мы купим бе сукар которые в сахаре есть которые говорят на них лучше говорит сломать эту сахарную оболочку достать оттуда сам орешек искать на него буре пряец но миколь маком махар шик каше если тебе тяжело это сейчас делать ла африде да шегер мехайпу лахэ на агуда бареха лахэм шоколь то принято говорить на них шоколь шаре айкар я су карья потому что главное это как бы сладость его а вальтапу ахэц да а хорошо айверт а если ты достал бы он не пишет ты достал ты потом шиакол вообще не должен говорить или он говорит отдельно скажи шиакол и отдельно эти что-то он не пишет он пишет осы говорит правильно говорит достать сказать на него буре пряец хорошо а если икар все равно это говорит сладость то как будет с этим Ну, например, яблоко в сахаре, и ты сначала от яблока откусываешь, видишь, сначала такую, потом такую, потому что большая часть это яблоко. Мы об этом говорили, то мы уже немножко залазим в законы, да, «Икар» и «Тафэль», что если непонятно, что «Икара», что «Тафэль», вроде бы это орех в шоколаде, да, или орех в сахаре, или это сахар как бы с орехом, да, в таких случаях идем по большинству, но, говорит, он лучше, чтобы совсем сомневаться, вытащить этот орех и на него скажи «Бурепреец». Но потом, да, нужно будет сказать отдельно «Шоколь». У ботэн мэхупа бэминэй мэзонот. Ботэн америкаэ. Что такое ботэн америкаэ? Американский батон, что? Ешла яфрит ботэн, ботэн, ботэн. Ботэн, это орешки, брат. Орешки? Американские орешки? Окей. Ну, какие-то, да, видимо. У ботэн мэхупа бэминэй мэзонот. А ботэн, который в мизанотэ, ботэн америкаэ называется. Ешла яфритит ахипуй, мэа ботэн, тадэ вареха лэхипуй буреп мэминэй мэзонот. А тарви, говорит, мизанотную часть, скажи на него буреп мэминэй мизанот. Винахонши и кавэн лифторбе, про каток гамэта ботэн. А когда будешь говорить мизанот на мизанотную часть, имей в виду вывести этот ботэн внутри тоже. Потому что, как известно, если какая-то вещь сделана из мизанота и чего-то еще, говоря на мизанот, ты выводишь эту вторую вещь. Мизанот всегда имеет приоритет. Очень интересно. То есть даже если у тебя цельная клубничка лежит в твоей каше, мизанотной, ты можешь сказать браху на кашу мизанотную, там, не знаю, геркулесовую какую-то там ешь, и все. И даже на цельные кусочки клубники можешь не говорить браху. Мизанот всегда является икар. Умиумный икар один, энцарих лэа фридах и пуна ботэн. Но, чтобы вы знали, по сухому закону нет такой обязанности сейчас начинать ковырять, отделять мизанот. И можешь в эйварях мизанот. Можешь просто на весь этот ботэн, батон с мизанотной частью, сказать на нее сразу мизанот и ничего не ковырять. Окей. Чтобы не отдельно, типа, доставать, а с примесью, да, чего-либо, да? Да, то есть сразу кусать все. Тут уже понятно, что здесь мизанот главное. А если у тебя каша, например, с фруктами и так далее, ты можешь просто ложкой достать все, и кашу, и фрукты, и все, что там есть, и мизанот сказать. И сказать мизанот, да, да, да. Вообще без проблем. Даже так и надо. Мейкар один, каша-то точно. Здесь он говорит, как бы надо ковырять. Но он говорит, что в мейкар один ничего не надо ковырять. Можешь просто сказать мизанот. О, вино, которое перемешано с водой. И причем воды ров. Большинство. Леди, да, не шла варехалав шааколь. По-нашему сварадим очень макпидим. Да, то есть как бы если чуть больше. Все. Вино теряет свой видный статус. И тогда браха на него шааколь. Тем не менее, если сварадим пришел к ашкеназу. А ашкеназим более лояльно здесь. И ашкеназим делает вино, кедуш, на такое вино, которое на самом деле для сварадим не подходит. Там много воды. А сварадим выходит в свои заповеди. И поэтому сварадим должен быть аккуратен, когда покупает вино. И на них экшеры. Очень часто на вине стоят экшеры, но не сифарские. А не экшеры, ты говоришь, должен быть аккуратен с некоторыми экшерами на вине. И должен хорошо проверить. Который требует... Ты должен проверять, что этот экшер также идет по мнениям тех, пуским, которые утверждают, что обязательно должно быть больше вина, чем чего-либо другого, чтобы браха сохранилась в Гефен, как у нас. Поэтому, вы же, не всегда надо быть точно уверенным, что по всем мнениям. Там большой был вопрос по поводу сока кедем. Они специально там себе сделали поправки, чтобы сварадим тоже могли его покупать, потому что сок кедем был прямо на грани. Фола. Человек, который пьет воду, потому что испытывает жажду. Безусловно, говорит на воду шаку. Если он выпил, сразу ревит, 86 грамм. Не вареха хараштия, бурене фашот работ. Он сразу говорит, считается, выпил шиур. Должен сказать, бурене фашот. А если он не был, жажду не испытывал вообще, он не говорит браху на воду. Ни до, ни после. Если он не испытывал жажду. Он пил воду просто потому, что... А вот интересно. Ты там в Израиле пошел в поход, и тебе там глава заставляет пить тебя воду. Остановились, попили воду. Ты вообще не хочешь пить, тебя уже тошнит. А он заставляет пить, надо пить 2 литра, надо пить много воды. Видишь, он говорит, если ты не испытываешь в данный момент жажду, когда ты жаждаешь... Ну, хорошо, а пользу, то, что ты получаешь для здоровья, это не важно? Фантастика. Видимо, здесь не важно. Почему? Потому что нет вкуса у нее. Ты не можешь сказать, ой, я сейчас не хочу кушать там конфету, да, и ты обязан сказать в браху, в жвачку обязан, может, вкус-то есть. Но с водой, видишь, если ешь саме, если ты испытываешь жажду, и когда ты пьешь воду, ты ее утоляешь, все работает. Или даже человек просто сухомятку поел, хочет, не может проглотить, застряла еда. И он запивает воду, чтобы протолкнуть, чтобы там, да, тоже не говорит браху на воду, ни сначала. Это хорошо, Альверт. А, например, вот такая ситуация, условно говоря, ты запиваешь лекарство, но при этом ты хочешь пить воду. Тогда, тогда нужно искать браху. Все просто. Конечно. Ты можешь делать две вещи одновременно. А вот если ты просто запиваешь лекарство, ты знаешь, столько выпишь, чтобы просто протолкнуть, ты не будешь больше пить ничего. А если ты таблетку выпил и продолжаешь пить воду по какой-то причине? Не, не продолжаешь. Вот вместе даже с таблеткой, это один стакан. Да, да, ты хочешь, что равно. Не-не, браху. Ты же получаешь удовольствие. Тренировка, это тебе трудно сказать. Когда ты ешь, ты всегда пьешь. И понятно, что когда ты пьешь, ты немножко помогаешь проталкивать пищу. Конечно, надо говорить браху. Ты пьешь, ты получаешь удовольствие от питья. То, что одновременно, это что-то делает. Но если это только, только, то есть ты не испытываешь никакой жажны, ты не хочешь пить, но пьешь, это очень хороший вопрос. Вы знаете, у меня есть такое предложение в айфоне. Оно мне напоминает пить воду. Считается, очень полезно. Восемь стаканов в день. В сигнале ты прохожу, как это ты пью воду, стакан воды. Да? Вот интересно, я сейчас задумался. Если бы мне было право, я бы вообще не пил воду. Я вообще не знаю, не пью воду. Не, я не думаю, Альберт, что все так просто. Если ты вообще его не хочешь, он тебе противен, тогда не надо пить. Ой, не надо говорить. Пока не может быть противен. А если так или иначе... Он мне приводит пример. Он говорит, и мейнот самек лаль. Ну, а если ты... И мейнот самек лаль, это значит, что тебе вообще не в кайф эта вода. Ну, как? Ну, а как оценить, саме или не саме? Ну, в принципе, если тебе противно, то есть вообще не заходит. Вот я беру этот... Ребенок бы плакал, условно, в этот момент, да, что его заставляют пить. Ну, то есть это в такой момент. Он не говорит, что ты не испытываешь жажду. Ты пьешь спокойно. А как понять, испытываешь ты жажду или нет? Ты просто решил в кафе посидеть, там потяпать воды просто, потому что ничего другого не хочешь. Ты хочешь пить или нет? Нет, ты не умираешь из-за воды, но ты пьешь. Ну, я думаю, тут... Помнишь, когда мы учили законы... Молитвы Шмуна и Сре по поводу, человек хочет в туалет. Мы там четко разбирали. Ты не можешь ни о чем другом думать. Ты можешь отвлечься. Ну, это не называется, это самое. Самое, может быть, не ходишь в туалет. Это разные вещи. Я не хочу пить. Ты чувствуешь жажду. Но ты не против попить. Но ты не против попить. Ты не против попить, но ты не испытываешь жажду. Жажда – это очень лучше. Ты не против попить. Ну, я не знаю. Ну, ты не против попить. Ну, как понять. Есть же... Ты голодный или ты можешь поесть? Да, могу поесть. Хочешь поесть? Да не особо. А? Да, я говорю, что... Ну, не особо хочу поесть. Ну, могу поесть. Ты всегда можешь поесть. Да. Всегда можешь поесть. Всегда можешь поесть. Есть моменты, когда ты не можешь поесть. Вот я не думаю, что это тот момент. Я понял, что ты говоришь. Да, это третий уровень. Когда ты ни о чем другом думать не можешь. Я просто разрываю. Нет, никак ни о чем другом. Нет. Или ты настолько переел. Я говорю, ты сытый. Я говорю. Ты сытый. Ну, ты за компанию решил поесть. есть. А вот это вообще противно, то есть тебе не хочется. А так, ну ладно, давай поедем. Ну чуть-чуть, дай перекус. Он говорит, ты не испытываешь желание пить. Это все понятно. Клал – это вообще. Вообще, да. Клал – это значит, в тебя она особо и не по кайфу заходит. Или, например, ты хочешь протолкнуть. Или, например, то есть первая ситуация – ты не испытываешь жажду, но пьешь. Вторая ситуация – ты используешь воду как вспомогательное средство для проталкивания пищи. Но касательно других, а другие жидкости, в отличие от воды, только с водой такой закон. Даже если ты не хочешь пить, но ты их пьешь, обязательно благословляешь. У них есть вкус. Да, вот он, пожалуйста, пишет. Это касается только воды. Вода, она удивительна, у нее нет вкуса. Поэтому ты не можешь на нее ничего благословить, если только ты не испытываешь жажду. Потому что должно быть четкое анаа, ощутимое анаа, на которое ты благословляешь. А заливая бесвкусно, бесцветно, беззапахная жидкость в себя, и ты не хотел в этот момент пить, ты не можешь сказать браху. Ты просто кайфуешь от полоскания рта, я не знаю, что ты там делаешь. Ты, конечно, можешь выпить, но ты не чувствуешь жажду. С соком так не получится, и ни с чем другим так не получится. У этого уже есть вкус. Пиво и прочее. А что ты маем, где ливло, из-за труфа? Пожалуйста, человек пьет, чтобы запить лекарство. Не говорит браху на лекарство, а только если был, хотел пить заодно. Вот, пожалуйста. И он еще и удовольствие от того, что воду пьет, тоже получил. И правильно было бы, чтобы до того, как он проглотит лекарство, он сначала скажет браху в таком случае на воду, и потом выпьет и запьет лекарство. То есть он же воду тоже пьет. Вот, пожалуйста, твой вопрос, да, разбирается. И мут саме, если он хочет пить. Сначала он попробует воду, скажет браху, попробует воды, а потом уже запивает свое лекарство. И также все, что человек пьет, еду или жидкость для лечения, если это какой-нибудь доктор Мом, сладкий сироп детский для кашля. То есть если он имеет вкус, и нёба получает от него вкусовое удовольствие, нужно благословлять, как до и после. А, ну это же просто лекарство. Не просто лекарство, да. Кто-то кушает чебуреки и считает, что они полезные. Все полезно, я не знаю, это полезно, но это имеет вкус. Надо говорить браху. Вимлава, если нет, тогда не благословляет. То есть безвкусные лекарства благословения не нуждаются. Он мишеву, Истинис, вахар швота сироп лирофуа нотен לתух пив сухария и т.д. Пок revenge чтобы он не галл мое сиропус, значит, что он не варек с храном на сухарии о кодеем она сиропу, вахар шейтон маят мая сухария, вовремя шאח . Он говорит, а если ты, говорит, истинность такой, знаешь, очень нежный, у тебя очень нежный желудок, ты после сиропа обязательно заедаешь какой-то конфетой, потому что вкус сиропа как-то тебя мешает. Тогда возьми, скажи, браху на конфету, немножко ее попробуй, запей сироп, потом снова положи конфету, чтобы заодно уже все как бы вывести в одной брахе. И, говорит он, очень будьте внимательны касательно кошерности всяких лечебных сиропов. Люди покупают лекарства, думают про лекарства, все, лекарства можно. Действительно, очень важно, чтобы у лекарства не было вкуса. Но если у лекарства есть вкус, то это гораздо серьезнее. Тут уже не обойтись обычной болезнью, тут уже уровень ежбосакана. Если ежбосакана, можно, да, и со вкусом, и свинину, я не знаю, что там пропишут, надо спасать жизнь. Но если этого нету, ты не можешь просто взять сладкий детский сироп. Там очень много добавок вкусовых, и в том числе, он пишет, шуман-минахай, животный жир. И что делать, Альберт? Надо кошерные покупать? Надо кошерные покупать, да. Вкусовые лекарства, холлс, там, помнишь, такие были для горла, конфеты, да. Если у них есть вкус, ты получаешь удовольствие от некошерного, со вкусом. Помните, мы говорили, я приводил тоже, что... Терафлю, интересно, да? Оно кошерное? Терафлю? Как нам достать тогда список? А терафлю имеет вкус лимонный, да, такой? Лимонный, там, лимонный. Там порошок измельченный, там ничего, что там? Я не знаю. Короче, надо разбираться. Ибо мы говорили про то, что если тебе надо выпить пилюлю, а пилюля в оболочке желатиновой, рассасываться, если ты ее высыпешь, она не успеет попасть куда надо, не будет иметь эффект. Что делать? И мы говорили, что надо завернуть в салфетку и проглотить. Очень странно, что за, как бы, какая разница. Оказывается, да, то есть, если нету лекарства вкуса, то и вопрос, как бы, да, получения удовольствия от некошерного, он, как бы, влияет, а все, если у лекарства есть вкус, тогда с кашутом надо быть еще в 10 раз аккуратнее. Но это все мы говорим про человека, у которого нет опасности для жизни. Немножко пропустили. А, вот, я думаю, аваль без сироп мар. Но если сироп горький, мекар один эн хавим ляк пит бекшур кашдо. Тот же самый сироп, но он просто горький, он невкусный. Тогда, говорит, не надо так макмить, да его кашрут. Не надо так сильно проверять его кашрут. Даны, милы, бекхоны, то же самое касается, да, это я говорю про человека, у которого нет опасности для жизни. Аваль. Если человек выздоравливает, он уже поправляется, да, и он пьет... Тем более, что как это... Что-то иракла, мейхушим, биалма. И он просто пьет это для того, что он мейхушим, биалма, чтобы как бы, ну, себя поправить, как сказать. Мейхушим – это превентивная медицина. Это чтобы не заболеть. Вот как ты говоришь, да, я пью витамины, хочу пить доктор Мом, там, сладкие сиропы. Салих, лак, пидор, кашруто-сироп. Надо очень устражать. То есть гамки, шумар. Даже если он горький. Ага, вот отлично, он нам, да, такой классный, он нам водную дал по лекарствам. Если ты болеешь, то безвкусные лекарства пей. Лечись. Если ты... Детский для ребенка? Нет, он детский, я не смотрю, но он просто... Не важно, он говорит, вот именно проверяй, говорит. Не кашерно. Если ты не болеешь превентивно, хочешь не заболеть, то тогда самое жесткое. Ты должен проверять даже горькое. То есть все должен проверять. Потому что ты пьешь витамины, все вот эти вот. Ты здоровый человек. Надо все проверять на кашрут абсолютно точно. Но если ты... Надо смотреть по этому, по составу. Есть, есть сложные. Я думаю, что ты не поймешь, надо спрашивать. Надо спрашивать. И я не пойму, надо спрашивать. У лекарства, я спрашиваю, а вы с их лекарства с лекарством. Есть же специальные. Проверяется все, это делается. И поэтому... Да, и среднее, среднее. Это если ты пьешь сладкий сироп, больной человек должен проверять, а горький сироп, больной человек проверять. Больной, который в ЭН нет саканы, может не проверять. Сладкий должен, горький не должен. А если здоровый, то даже горький должен. Окей. А у хэль витаминим... О, давайте еще одну аллаху. Тут, кстати, много. Да, у хэль витаминим. Человек, который ест витамины. Им ешь багэм мэтихут вээхэк на энэмэм, ест они сладкие. И человек получает от них удовольствие, но имеется в виду вкуса. Мы варэх бит хлача, а коль не ебит варо. Тогда пусть на витамины скажет браху. Вот. Вэйм эйн багэм мэтихут. А если у них есть вкус, но он не фруктовый и не аллашмэн, это просто образно. Ну, вкус, если есть, то надо говорить браху. Если вкуса нет, как у лекарственных, вкуса нет. Эйн омэ варэхэк, тогда не говоришь ничего. Видите, вкус играет большую роль. Окей, работаю. Здесь мы сделаем паузу. Сегодняшний урок был. И мы продолжим на следующей неделе усиленно. Стараемся держать в голове. Нет-нет, но все-таки много нового. На протеине. А вкус? Шоколадный, бананный. А он кошерный? Ты? Визуально, ввеск, все они кошерные. Вот, надо все проверять на кошер. Протеин, потому что не больной человек. Протеин плюс здоровый человек. Все сможет понять. Все сможет. Он скажет, чего нужно опасаться. И на них на всех написано протеин. Там столько всего. Поэтому, когда здоровый человек что-то начинает. Для чего-то? Для здоровья, для мышц, для чего-то. Не важно. Здоровый человек. Надо все проверять на кошер. Все проверять на кошер. Шоколадный, хорошего дня. Спасибо.